я вот сюда потому что микрофон не дотянется я сейчас сказал николай когда были там бегают дух анатолия тарасова перешел в тебя так как-то прикосновение буквально на каждом шагу вот сейчас мы на дамбе работаем второго мостика подъезжает машина у нас володина машина развернулась там рядом стоит дорога занята он берет охапку которые в руки и давит на туда где вода я говорю не надо ты возьми тут рядом ну там пять шагов и как вот он вставит и так же ты подоги опрокинь сюда в ответ слова посыпались я опять ему говорю второй раз говорю давить дальше третий раз остановился остановился и все ты теперь камельками вниз просто кверху я говорю толкнул их потом стал управлять что это такое меня учить на этом не надо дружок я прожил жизнь с людьми на разных должностях и с людьми и 82 года я еще не разу нигде не оговорился перед старшими где я работаю не в армии не в больнице не монастыре не в поездке не за границей нигде я говорю со старшими если слова хам хами то это по отношению старшего младше а старше по отношению не и он не может быть хам хам это сын сына и так она в жизни и бывает то ли точно так же мне это не подходит тем более работаем работа важная нужная эта трасса главное главное для всех кто едет вот пожалуйста есть человек под мыло обрушение идет я вложил туда громадные средства лет пять если не больше заказывал бульдозер за подвозку 60 тысяч у меня пенсия была в то время 8000 понятно что я должен деда думать сколько и вот он работает допустим две недели каждый час полторы тысячи потом уже стало 1600 700 и я над его не отхожу жара там как мне не касается каждый что он чашку почерпнет везет я показываю где ее остановить и ни один больнозерист мне не перечит почему я хозяин я заказываю выполняет что такое заказ и выполняете в америке увидел ведь на его первый раз завел у меня хозяин что хотел бы мясо будешь нет не буду я не знаю угостить хотят а рыбу я бы стал рыбу мы сейчас делаем он сказал китае что минимум бассейн тут же внутри рыба какая показывает они плавают здесь рыбы какая а у него чарфак в руке он сразу раз нужную рыбу и не пошел туда там может подменить нет он ее тут и разделы все я видел я стою и смотрю как она ту рыбу разделывает как он ее ровню ставит как она оттуда обмана не может быть он делает на глазах ему клиент и у них лозун клиент всегда прав клиент всегда про у меня был этом один раз сейчас я могу ошибиться ну так думаю в лос-анджелесе тут сестра одна выходит замуж я решил узнать если у них свадебное платье как я выйдет там немножко сам остановил английский язык разговаривает еще каталог у нас вот такой то есть короткая открытая грудь не подходит там на колен не подходит а что нужно нужно длинуть сейчас в вашингтон у вас есть я не рад у меня денег то нету я просто спросил вас просил я для него потенциальный покупатель в этом смысл весь я кое-кое как сказал сейчас собрать не буду не будут я его едва успокоил только даю сейчас созвонились там магазин есть такой привезут и прилетят они работают вот у нас как 1 проводится бывает на два вагона она спит она не знает то где слазит а ей дела нету у них на вагон 2 женщин не видел мужчины двери со вагона вагон прозрачный как в метро видно и он пуленепробиваем этом колпаке сидит там и смотрит его не убить нельзя ничего нажал и все захлопнулась дверь они работают я заходил когда или там ноус молки не курящим я зашел захожу дым я сразу поэтому хозяина этого вагона евро почему да там написано у смоки но там снова тусклая а смокин ярко хоть и беда ну ладно он сразу меня защитнее не переживайте мы сейчас он меня пошел там вот я вас в вагон бизнесменов помещу я никогда и емал я бы благодаря своей ошибке там вагон широкий такой вот такие столы и там они сидят счета пишут и я так как путевый присел то когда пошел в туалет а там было жидкое и такое было маленькие я маленькие мыло который на раз я его взял карман себе когда вы вышел из туалета я показывал я из россии может чтобы завората не посчитали но раз я бы использовал его я говорю как они работают вот в ресторан зашли меня завели он он бегом молодой человек которого нет бабочка он бежит как на руках когда уходят и на столе там со цветы стоят под походу 5 долларов это его забыли добычи он выслушать внимательно и бежит я говорю ни разу нигде жена прикословит я и говорю давай сделаем так сегодня я подчиняюсь тебе она можно пришла я не буду подчиняться да я на гаражу такое я выполни все что ты скажешь мне подчиняться на году написано вот метрополит там где-то встречаюсь с разными ректорами нигде ни разу не было чтобы я его оскорбил он бывает такое не расположен ну тут собрались богомолы никаких спокойно у меня цель для большая цель помещение получить и бог давал пристав себе ректор университета в котором сейчас кажется 27000 это университет агту технически из 20 кажется 8 стран только абитуриенты учатся и все гнеев и все гнеев вот владимир васильевич и он при всем профессорском составе когда утром совещается увидеть меня что я зашел встанет из-за стола пригласит перед себе представить обнимет поцелует и говорит я преклоняюсь перед этим человеком начинает рассказывать это это нельзя представить даже люди видели а кто такой на меня да никто это бог делает так и вот он на занятиях у нас фотография есть ученый секретарь у него леска профессор я говорю для того чтобы а он скажет делать это сделаем ни разу ни одному начальнику я не восприкословил своей жизнью божественно ли вы не проник не было противоречия а что меня там как-то я вот и хотел спросить ты в армии был не был не был в тюрьме сидел не сидел в лагере был не был понимаешь я тебя называют там где настоящая подчиненность и не дай бог тебе прикосновить не дай бог это я тебе говорю вот показываю как какая у нас дамба на той стороне там одна метелка так кто курок бросил она стоит 75 человек так привести вы не говорит кому привести все 70 человек 5 человек несутся сломя голову а кто-то отстал стоять западло теперь на четвереньках там это по гуськом давай туда его этому уже не жить только отойдут и морло расквасят там еще ты сделаешь когда-то 70 джам понятном коллектив уже никак по-другому работа сидят на поэтому я поднимал ногу печатал брусмер заправлял как положено ни одного нарушения зачем ты нарушил вопрос зачем ты позволяешь себе это по отношении в наших отношениях это уже настоящее хамство зачем у нас хорошее отношение хорошее и поэтому я сказал сознание в дело дух его перешел вас молись об этом и плачь не смейся не смейся это страшный дух против время всегда находит какое-то самооправдание и кого-то обвинить я только хотел пояснить пояснять не надо надо выполнить выполнить надо ну и выполнили выполнили за такая наговаривался сколько огорчаешь и я хозяин вы помогаете вы мои гости я знаю что делаю и едут люди и куда настроение знаю куда убрать лучше не туда прямо суда чтобы ветром не опрокинула его я не оказалась там и так и сделали и он так сделал у него спорта ни разу не воспротивился ни разу 2 сидит зачем ты берешь на себя миссию которая тебе не дана не дана ты не строитель и здесь мы как время экономно заметь как ты упасть я хочу иди купайся у нас все есть причин вот так себя вести никаких нету дух вошел в тебя ты подумаешь что я сказал это дух дух зла и тебе уже тебя не остановить сейчас ты будешь подыскивается я буду выходить из отдельно будешь что-то говорить против у них одинаково везде значит потом таить и третье саде бежать вот у него так все и было дальше прятаться и зачем у нас повторяю хорошие отношения мы работе рассказал недостаток исправь везде опаздываешь приходится ждать прошлом году та же история больше тебя даже заперли там думаю никого там нет было же помнишь или нет было да ну вот не надо оставлять у меня отец воспитал то отец тихон дмитриевич приедет куда-то ехать а я не успел там наде шапку он не будет говорить он тебе даст такое подзатыльника вылетишь на улицу тебя люди ждут там как ты смеешь сидеть если что-то там ты заранее должен молодец и ждать отец у нас очень суровый был и вот это передал мне порядок чины слова сказано сохрани бога били человека не приведи господь у отца когда он пас пристала корова корова которая нет рогов у него здесь только утолщение называется камолая мы ребята которые там пасут жеребцо все узнали дядь тише мы сегодня ночью заколем и все щежая что вы ребята а если это потерялась и где-то ищет пасет день два неделю и наконец является женщина и подошла только их пасух вы пасух я пасух сказать даже боязно корова потерялась а корова труколхозная советская власть эта тюрьма минимум десять лет у меня трое ребятишек а сама стоит плачет отец говорит мы сейчас блок будем загонять и ты с бугра посмотри увидишь ее нет она стояла смотрела так глянула вон она начала крещать она корова подошла к и отец не выдержанно заплакал а теперь представь что я бы ел коровую и она бы как там было и мы это все знали сохрани бог десять раз потерпи ущерб проголодает не покусить и вор когда крадет хлеб при голоде не остается без наказания библии говорит не остается никогда хама что он сказал хам он и сказать и ничего не сказала там пересмешки пошли разговоры все и пропит хам и почернел континент агриканский почернел и по сегодняшний араб рабов будешь ты раб рабов вы находитесь здесь не без воли божией вы делаете большое дело деревне не может сделать и трасса может прерваться ну прям на весну гребнем я сегодня показал и мы работаем вместе скажи зачем ты избрал этот путь прямо по-настоящему как анатолий это путь сперти у нас ничего друг против друга нету все еще сказали там было выполнял вообще я доволен тобой не доволен вот это что опаздываешь но и так понятно то дожди там жди там ушел-то не досмотрел этого не должно быть вместе со всеми с нами если я где-то там опоздая заранее говорю я там-то нахожусь и просто у меня большая работа я тут забросил ты меня хоть понял или нет да я все понял спасти христос за научение но я хочу чтобы не было у нас этого я могу ответить или это не нужно у меня акклиматизация идет сейчас то есть 2 недели вот прошла и как раз я до этого просто привык на свое полагаться ну машина едет я подумал откину побыстрее они проедут а потом уже уберем как надо а потом когда я откинул вы подошли говорить ну туда потащи я потащил потом надо было перевернуть и перевернул дробно они никто уехал а ты их не знаешь ну да мы перекрыли дорогу мы можем не открывать на варуши закидать у нас материалов но за три минут работы когда идет все перекрывается везде да да вы стали убирать я тебя раз-другой говорю схватил бы полез нет это дух противления тебе хочется починить ну я еще не расторопный может из-за этого вам так показалось но может и дух противления я не спорю хорошо не надо буду молиться чтобы господь меня избавил от этого вот этого я еще раз говорю у нас так хорошо вот так вместе вот они здесь я на ни разу ни одного сказал пошел шпалу шпалу нужно значит ветки несет ветки нужно солома солома он просит слова разреши а у нас все мы с вами обсудили спаси христос обстоятельства меня вынуждает завтра отъехать а какие обстоятельства насчет учебы и общежития нужно срочно вывести оттуда все вещи и насколько не скажу надо выехать а когда схема езжаешь ну завтра я как-то надо мне отсюда выбраться или ночью может получится это надо разговаривать батюшка он знает поезда все поэтому надо будет сходить к нему запиши все и билет а если оформить может билет брать там лена напротив жена старосты она это делает сейчас положено и никуда сразу туда я могу взять билет тоже папа у меня здесь есть приложение мы ждем тебя ждем потому что нам очень тяжело и ты сам видишь сегодня как таскали этим этапу лесу носили и молодой здоровый и твой труд идет на пользу многим людям еще можно тебя и не было никогда и не будет и не людям верующим игорь туда свою ты сам видел как а трассы нету он должен ехать туда на разъезд и там объездом там где деревья дорога видать это петля громадная озерновка мы даже это сделать а сколько там километров кстати вот этот объезд не считали да зачем считать ну так просто шум знать экономится время-то куда ехать другую сторону деревня рядом 10 он будет ехать 15 ну да и зачем его это ну конечно мы делаем дело что они все рады и они заняты хозяйством а мы еще на тот путь труд не пошли на тот круг не пошли там у нас все заготовлено мы все равно сделаем сделано будет дольше труднее но дальше тебя в этом уже не будет поэтому подумай где ты будешь чем заниматься а в городе это только глаза пущать ты хочешь что там сиди день и ночь в интернете все чужое интересного очень много и змеи нападают на людей двери смотри и радуйся война покажут документальные фильмы это все чужое здесь свое вот и сколько принес каждая соломинка перед богом известно и ангел шанигр считает наши и мы идем молимся пришли помолились поблагодарили бога это для нас серьезная потеря вот вчера я говорила ему некогда хреб юрий ты раз ты заменил его на голубя 1 на 2 пошел все вместе и это большое нам облегчение если значит не приедешь это печально будет печально 11 у нас крещение тебе можно надоело работать нет нет но это нормально хоть и лица будешь если в поте не от жары от работы я например всю жизнь проработал если меня сторожем взял то то свободное и я работаю инструмент на велосипед кому печь сложить печь две пищи от фундамента другой за день 3 это нужно мне это интересно это деньги уважение людей вручье тебе позвонить нельзя чтобы там ищи кто забрал туда не попасть кроме меня никому нельзя а то у нас есть кому сказать там и понятия свои пожалуйста ты сейчас если уедешь а батюшка поедет в субботу в субботу видимо на ночь поедет он скажет тебе какое только запиши на бумаге и сразу плене пойдешь можешь с ней приехать мы ждем тебя это разговор не будет садимся спасибо христос аллилуйя